День с толком Дмитрию Медведеву рассказали, как на Алтае реализуют нацпроекты, а сейчас показывают результаты работ в Первомайском районе. Барнаул получает 9 баллов. Первый снегопад и первые зимние пробки. Песни, танцы, холодное оружие. Как победить на конкурсе будущих мам? День с толком Еще 4,5 миллиарда будет направлено на реализацию национального проекта здравоохранения. 5 с небольшим миллиардов рублей мы направим из этой общей суммы на реализацию проекта безопасной и качественной автомобильной дороги. Очень важна эта тема. Ну и на улучшение комфортной городской среды, на улучшение вопросов, связанных со строительством жилья, еще более миллиарда рублей будет направлено. Сегодня рабочий визит председателя федерального правительства продолжается в селе Санниково. Там он посмотрел строительство детской спортивной площадки, а прямо сейчас проводит совещание по развитию сельских территорий. В Барнауле второй день московской пробки. Наступление зимы стало причиной серьезных заторов на дорогах. Их оценивают в 9 баллов. С утра машины стояли на площади Октября, на мосту Нового рынка. Движение было затруднено в новых районах, а также на Змейногорском тракте. На крупных дорожных артериях снег убирают, но эффект сохраняется ненадолго. Снегопад не прекращается. Мы ехали из индустриального района, со спального в центр. И вот весь Павловский тракт стоял очень сильно. Как много времени заняла поездка? Почти 40 минут, наверное. А обычно? Ну, если бы пробок не было, то минут 15 занимает дорогу, не больше. Илья Варламов присвоил Бийску звание самого грязного наукограда в мире. Популярный российский блогер посвятил целый пост бийским свалкам. Напомним, в городе сейчас действует режим ЧАЭС из-за мусорного коллапса, который возник на фоне споров рекоператора и городского полигона. У предприятий возникли взаимные экономические претензии. Теперь из Бийска на полигон возят не весь мусор, а только половину от прежнего объема. Варламов назвал эту историю конфликтом «жабы и гадюки». В том смысле, что не правы обе стороны. Если бы власти города и региона действительно относились к Бийску как к Наукограду, а не как к грязному провинциальному городишке, там вместо старых контейнерных площадок были бы, например, вот такие аккуратные мусороприемники, как в Хельсинки. Накануне в Наукограде все-таки начали ликвидировать свалки. Вывезено уже более 40 тонн мусора. Но санитарная обстановка в городе все еще оставляет желать лучшего. А вслед за Бийском мусорный кризис, похоже, назревает в Заринске. Горожане уже несколько дней жалуются на переполненные мусорные контейнеры. Местный рекоператор явно не справляется с вывозом отходов. Сегодня у нас 13 ноября, площадка по улице Таратынова 1, время 12 часов, никого нет. Как сообщают очевидцы, сегодня ситуация немного улучшилась, но переполненных контейнеров все равно много. Отметим, что вывозом мусора в Заринске занимается тот же рекоператор, что и в Бийске. Компания спецобслуживания «Центральная». В Наукограде аналогичная ситуация привела к тому, что администрация города ввела режим ЧС, а мусорную проблему взяла на контроль прокуратура и краевое правительство. По мнению жителей Заринска, с которыми нам удалось пообщаться, причина коллапса в том, что у оператора не хватает машин. В 2020 году на жилищную программу для молодых семей выделят 320 миллионов рублей. Это на 45% больше, чем в нынешнем году. Деньги пойдут на покупку квартир и улучшение жилищных условий. Об этом сказала председатель комитета по соцполитике АКЗС Татьяна Ильиченко во время интернет-конференции с жителями края. Она объяснила, с таким финансированием в следующем году жилищные сертификаты должны получить 450 семей. Окончательно сумму утвердит закон о краевом бюджете на следующий год. Его примут в ноябре. Увеличить финансирование программы возможно, если больше средств на покупку жилья заложат на федеральном уровне. Тогда увеличить субсидии смогут и в крае. Также Татьяна Ильиченко рассказала, как можно было бы улучшить программу. Если говорить о совершенствовании механизма реализации программы, я считаю, что существующую очередность среди молодых семей надо разделить на две самостоятельные очереди. Молодая семья и многодетная молодая семья. В Алтайском крае количество многодетных семей, участников под программы, ежегодно увеличивается. В связи с тем, что данные семьи включаются в списки молодых семей, участников программы в приоритетном порядке, для семей, воспитывающих не более двух детей, срок ожидания получения социальной выплаты увеличивается. Женщинам, работающим в сельской местности, законодательно сократили рабочий день. Соответствующие поправки подписал президент России Владимир Путин. Уже сегодня женщины могут работать по сокращенному графику. 36 часов в неделю вместо 41. При этом сохраняется полная оплата труда и повышенная ставка, если их рабочий день разделен на части. По словам экспертов, так власти устранили юридическое противоречие. С 90-х одновременно действовали и правила сокращенной рабочей недели, и трудовой кодекс, где четко прописана ее продолжительность. 41 час без скидок на сельскую местность. Казус устранили. По примерным подсчетам, изменения коснутся почти полумиллиона жительниц края. В Барнауле прошел финал конкурса для беременных «Я буду мамой». В этот раз его посвятили году театра. Но будущие мамы не только играли, но еще и пели, танцевали и даже обращались с холодным оружием. На шоу побывала Анна Ирбис. Малыш еще не родился, но уже играет на сцене. Участницы конкурса «Я буду мамой» показывают свои таланты на восьмом месяце беременности. Однако петь и танцевать восточные танцы разрешают не всем. Перед конкурсом каждая будущая мама проходит строгий медицинский осмотр. Перед конкурсом, естественно, мы показывали свою медкарту. У нас ее посмотрели, одобрили, кому можно. И поэтому мы тут участвуем с удовольствием и безопасно. За 13 лет проект стал популярным не только в Барнауле. Его переняли и другие алтайские города. Организаторам конкурса начали звонить даже врачи женских консультаций. Говорят, слушайте, ну когда у вас там конкурс-то? А то девочки у нас спрашивают, когда нужно забеременеть, чтобы принять участие в «Я буду мамой». Ну, как тут можно завершить этот проект? Так он и будет продолжаться. А супермамой этого года стала Ольга Зубарева – юрист и хореограф. Беременность не мешает ей танцевать лесгинку с саблей. Ольга уже мама двоих сыновей, а сейчас ждет дочку. Рассказать о своей семье вот так ярко и метафорично на конкурсе Ольги было важно. Я считаю, что конкурс больше не для женщин, наверное, а он больше семейный, объединяет семью. Запись будет, обязательно покажу. И жду дочу и надеюсь, что она тоже будет продолжать мой путь, так скажем. Несмотря на единственную корону-победительницу, остальные участницы нисколько не расстроились. Они считают, что свой приз уже получили. И на свет он появится совсем скоро. Анна Ирбис, Андрей Печоркин. День с толком. Завтра в Краевой столице состоится концерт Николая Косых, автора песни «Барнаул. Столица мира» и официального гимна футбольного клуба «Динамо Алтай». В программе будут авторские песни, хиты рока и эстрады разных лет. Сам Николай Косых на сцене с юности. Тогда он бросил танцы ради музыки. И не зря с тех пор неоднократно становился лауреатом международных и всероссийских музыкальных фестивалей. Но большинство барнаульцев знают его как автора главной песни города «Барнаул. Столица мира». Послушать народный голос можно будет в четверг в концертном зале «Агу». Судя по моей футболке, Ира Рокер, да? Вот. Поэтому мы обязательно споем песни, которые популярны были в 80-е годы, в 90-е, из нашего советского, не российского, не русского, а советского рока. Из репертуара Александра Барыкина, Владимира Кузьмина, группы «Альфа», «Земляне». Я жду всех барнаульцев и гостей нашего города. Я вас всех люблю и обязательно приходите. На этом у меня все через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!